Привет, друзья! Мы продолжаем путешествие из Нью-Йорка в Чикаго. Сейчас Женя меня сменил за рулем. Только вперед, не отвлекаемся. И я сейчас попробую ему позадавать какие-то вопросы. Он, конечно, ну, я-то уже привык, два года живу здесь, а он турист и приехал недавно. И у него такие, иногда, некоторые вещи он отмечает, на которые я, например, не обращаю внимания. Ну, вот про траки, допустим, Жень, что ты заметил? Легковой поток. У нас как это происходит в России. Все постоянно обгоняют грузовики. А здесь эти мощные траки, да, классические, американские дальнобойщики, дальнобойные грузовики, они едут в общем потоке с легковыми. Я думаю, это происходит, потому что ограничения тут довольно жесткие, в пределах скорости, не очень быстро. Быстро, то есть не положено ездить, не позволено. А грузовики мощные, а легковые не нарушают. Все едут одинаково, с одинаковой скоростью. Вот у нас такого нет. Ну, и вообще траков много на дорогах Америки, так сказать. Ну, они как-то так по-наглому так поджимают. А я же законопослушный. Я вот сейчас только прогоню вот эту фонду цивит. С левого ряда. Не, ну они поджимают тебя, я не думаю, что они специально тебя поджимают. Просто ты как бы, да, если они держат скорость и все. Сейчас мы вот, когда заходили в Subway, тоже как бы, ну там получается, что стоянка для траков и много этих водителей. Ну вот все на таком каком-то расслабоне, все спокойно, они общаются. У нас же бы, если по трассе, там где-то, я не знаю, там под Ростовом или там под Воронежем, ты зайдешь, где-то какие-нибудь сидят там и пьяницы в углу, там. Ну на трассах пьяницы не сидят. Ну, но, но, подожди, я много раз, когда вот ездил, даже с Краснодара, поздно возвращаюсь, допустим. Мы там в одно место все время заезжали. Ну, мы заезжали специально в то место, где все пьяницы. Да нет, ну это дорожное кафе. И в углу сидят, это всегда кто-то отмечает. Но это могут быть не пьяницы, которые едут, как говорится, они где-то живут вокруг. И добрая тетенька минуты три точно, чистого времени, рассказывала, какой вид кофе, из какого краника течет. Потом что-то, я не понял, переспросил, она позвала, наверное, более старшего сотрудника. И та еще продолжала рассказывать, с какими добавками, молоко, там, не молоко. Это все очень долго рассказывали. У нас такое, конечно, трудно себе представить. Да, сказали, вы не понимаешь, уходи отсюда. Да, у нас даже нет такого разнообразия. Ну, это как бы такое различие. Ну да, тут как бы, как говорится, наступишь ему на ногу, он изменится, извинится. То есть это... И изменится. А еще, недавно узнал, что машина, которая наехала на скунса, выбрасывается. Любопытно. Ну да, скунса страшнейший запах. Не дай бог вам задавить скунса. Не сбивал, не сбивал, не сбивал скунса, не выкидывал пока машину. Но скунс по запаху невероятно ужасный. В Диснейленде есть даже аттракцион. Там как бы летишь на дельтаплане и пролетаешь там разные леса. Потом там как бы вокруг разных животных летишь. И запах вспрыскивают, запах прям в зал. Для полноты ощущения? Да, ну то есть летишь, например, там над кукурузным полем. Там какой-то запах кукурузы. Летишь там над подсолнечником, да, там запах подсолнечника. Вот. И что, запах? И запах скунса чуть-чуть. Летишь скунсом запах. Ну, конечно, не такой ужасный. Где ты понюхал, расскажи зрителям. Я в Ниджерси, в Ниджерси. Ну, я как бы саму скунса не видел. Я видел, что от него следы, короче говоря. Он так эту жидкость выбрасывает, выпрыскивает. И мне одна знакомая сказала, вот это скунса. Я говорю, ой, как ужасно пахнет. Ну, если бы, наверняка, если бы я прям вот с ним рядом был, то я бы провонялся, ой. Если машина выкидывается, то уж. А, в общем, здорово. Дороги хорошие. Водители дисциплинированные. Гаишников нет. С радарами вот это не стоят. Ну, они есть. Они есть с радарами, они есть. Я лично попадался на... Ну, может быть, мало. Ну, просто как бы... Во-первых, мы едем нормально, с нормальной скоростью. Может быть, мы их... Они едут в кустах, и мы их не видим. Мы не превышаем. Да. Будет еще что-нибудь интересное, обязательно расскажем. Пока. А я не выключу камеру. Продолжаю снимать. Окей. Ну, нам осталось еще пять часов ехать до Клинвинда. Это штат Ахайя. И потом мы там будем где-то ночевать, и потом уже завтра двинемся утром на Чикаго. Это же там был торнадо, не да? Нет, торнадо был в другом штате. Ну, по-моему... Ахлахома, по-моему, был. О, или соль. Ахлахома — это середине США. Ахлахома. 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 Ну, по-моему...